Добродушно улыбаясь, Сергей Жбанов показывает нам диплом победителя Всероссийского конкурса, который организует Общественная палата России. Буквально накануне он вернулся из Москвы с неожиданным подарком и впечатлениями. Поверить в то, что его проект занял первое место, он так до сих пор и не смог. Для нас это было большой неожиданностью, свыше 9 тысяч заявок было. Экспертная группа была очень серьезная, руководство палаты нам сказали, что оценку нашего проекта производили эксперты и преподаватели МГУ. И они прям были в восторге и прям рекомендовали настоятельно нас, что у нас есть такое. Для нас это, честно, очень неожиданно, потому что мы делали свое дело как-то и делали. Конкурс проводится Общественной палатой России с 2018 года. В этом году организаторы получили 9137 заявок из 89 регионов. И победителем в номинации «Лучшие практики здорового образа жизни для лиц с ограниченными возможностями» стал проект Сергея Жбанова «Рыбалка без границ». Идея сделать рыбалку доступной для всех людей с ограничениями пришла ему 4 года назад. После аварии он пересел в инвалидную коляску, но не перестал быть активистом и энтузиастом. Поэтому сначала он с друзьями построил мостки для рыбалки на одном из прудов Мордовии. Сейчас таких мест стало больше и людей, которые хотят общаться, тоже. У нас страничка проекта «Рыбалка без границ ВК». Там уже порядка 500 человек зарегистрировано, которые активные участники. Приходят к нам люди совершенно свободные, совершенно разные. Мы не ограничиваем никого. У нас приходят организации, которые занимаются детьми, многодетными. Организации, которые занимаются инвалидами. Приезжают ребята-спортсмены. К нам приезжали, даже зарядку проводил Максим Захаров. Ребята с удовольствием приезжали к нам на мероприятие. То есть мы работаем с детскими домами, с Семниковским детским домом, с Елгинского детского дома ребята приезжают. То есть у нас нет ограничений, мы принимаем всех. Первые встречи и обустройство мест для рыбалки Сергей Ижбанов делал на свои деньги. Позже ему стали помогать меценаты. В прошлом году проект «Рыбалка без границ» победил в конкурсе фонда президентских грантов. На средства гранта построили два помоста на Солдатском пруду и в Темниковском районе. Сейчас идет работа, мы оформляем техническую документацию на спортивный водоем. И уже вот когда начнет, наверное, сходить снег, мы начнем на нем работать. Мы начнем его оборудовать специально под людей с ограниченными возможностями. То есть данный вопрос согласован, уже просто идут чисто технические и юридические моменты. Участвуем, присутствуем. То есть у нас жизнь не замирает ни зимой, ни летом. То есть мы живем. К проекту давно присоединились организации, помогающие всеми им с детьми инвалидами, детям с синдромом Дауна или аутизма. И это не мешает людям встречаться, общаться и ловить рыбу. Оказывается, что такой формат объединяет сильнее, чем формальные встречи. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости. Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости. Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости. Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.